Чёрная вдова – это смертельно опасный вид пауков, который густо населяет Северную Америку и Австралию. Чаще всего наши страхи перед пауками не обоснованы, но только не в случае с Чёрной вдовой. Среди всех пауков на планете именно этот вид является самым ядовитым. Самцы Чёрной вдовы не отличаются агрессивностью. Чаще всего людей кусают самки. Самка намного больше самца. Диаметр её тела составляет 1 см, а вот длина лапок – до 5 см. Тело Чёрной вдовы окрашено в чёрный глянцевый цвет, а вот на брюшке паука есть характерное красное пятно. Самки Чёрной вдовы крайне опасны и агрессивны. Они нападают и кусают жертву без предупреждений. Малейшая провокация или резкое движение и укус Чёрной вдовы вам гарантирован. В случае попадания яда в агрессивность необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Ведь если это не сделать вовы, то летального исхода не избежать. Укус Чёрной вдовы сметоделен. Нитротоксин, который содержится в яде Чёрной вдовы, в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Укус Чёрной вдовы сопровождается моментальной острой болью в месте укуса, а спустя некоторое время начинают проявляться остальные симптомы. В первую очередь это сильные боли в брюшной области, из-за которых укус Чёрной вдовы часто путают с открывшейся язвой, панкреатой или другими заболеваниями. Помимо боли в животе начинаются боли и судороги в конечностях. Пациент начинает метаться по кровати и кричать. Дыхание сбивается, становится затрудненным. Кроме того, могут наблюдаться тошнота, сильные головные боли, сильная потливость, выделение слюны, а также слабая лихорадка. При своевременной медицинской помощи через 2-3 часа боли утихают, но не проходят моментально, а в течение нескольких суток могут возобновляться снова. Полное выздоровление наступает лишь спустя неделю. Пик агрессивности паука Чёрной вдовы выпадает на период с середины апреля до октября. Взрослые самцы Чёрной вдовы вдвое меньше самок и менее опасны, а молчи этого вида рождаются белыми или желтоватыми. Из каждой линькой темнеет всё больше, пока не достигают периода половой зрелости и не становятся глянцево-чёрными. Почему паук называется Чёрная вдова? Своё название этот вид пауков получил благодаря каннибализму, который проявляет самка по отношению к самцу, сразу после оплодотворения. Каннибализмом отличаются не только самки. Паучата, находясь в коконе, начинают поедать друг друга, и в итоге вылупляются лишь от 1 до 12 малышей. Период размножения Чёрной вдовы выпадает на конец лет. В это время самка Чёрная вдовы способна создать от 5 до 10 коконов, в которых откладывают до 600 яиц. Спасибо за просмотр! Избегайте встреч с этим паучком! Субтитры подогнал «Симон»!